Сразу после публичных слушаний состоялось заседание Совета депутатов Ленинского района. Народные избранники заслушали прогнозный план социально-экономического развития района на ближайшую перспективу, приняли бюджет муниципального образования и обсудили ряд других вопросов. На повестке дня второго заседания Совета депутатов района стояло несколько вопросов. Первым рассматривался прогноз социально-экономического развития Ленинского района на 2014 год. Документ – один из главных для муниципалитета, который разрабатывается и утверждается одновременно с бюджетом района. На этот раз он, так же, как и бюджет муниципального образования, впервые был разработан на ближайшие три года. Прогноз социально-экономического развития Ленинского района на 2014 год и в период до 2016 года разработан в соответствии с информативными документами Российской Федерации в Московской области на основании целей и задач определенных программ социально-экономического развития Ленинского района. Депутаты районного совета обсудили параметры прогнозного плана, в частности, состояние агропромышленного комплекса. Его развитие сейчас характеризуется как нестабильное. Темпы роста продолжают отставать от темпов роста экономики района. Уменьшилось количество сельхозпредприятий, снизилась численность работников. Но в целом в районе отмечена стабилизация ситуации в экономике и социальной сфере. Также отмечен рост большинства значений основных экономических показателей. Была обозначена приоритетная задача на ближайшие годы – сокращение различий в уровне экономического и социального развития поселений муниципальной территории. На Совете депутатов Ленинского района народные избранники единогласно одобрили бюджет Ленинского района на 2014 и плановый период на 2015-2016 годы. Действительно, работа была проведена очень большая и огромная благодарность, наверное, финансовому управлению, которое подготовило бюджет, все эти цифры. Поэтому, вне всяких сомнений, то, что мы начинаем 2014 год с принятым бюджетом – это самое главное. Также депутаты большинством голосов приняли изменения в системе налогообложения. С 1 января будущего года значение корректирующего коэффициента при исчислении единого налога на вмененный доход по рекламе увеличивается, что будет способствовать наполняемости районной казны, так как этот налог полностью зачисляется в бюджет муниципального образования.